Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги, окна МФЦ. Один банк – все услуги для бизнеса. Он надёжный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнёру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк Хлынов. Банк Хлынов. Мой надёжный бизнес-партнёр. Подробности в офисах банка на сайте банки.фислынов.рф. Коммерческий банк Хлынов. Акционерное общество. Лицензис ОБРФ номер 254. Самарский школьник развивает собственный похоронный бизнес. Белорус на самодельной лодке пытался уплыть из Украины в Южную Америку. И Новокузнечанка перевела мошенникам 50 тысяч для спасения сына, которого у неё нет. Новокузнечанка или Новокузнечанка? Новокузнечанка. Очень сложное слово. Но белорусы, смотри, какие креативные люди. Куда он отправился? В Южную Америку. В Южную Америку. Лодка-то не видел, какая у него там? Нет, к сожалению, не видел. Ну что, дневной разворот по традиции в четверг начинается именно так. И ближайшие два часа у микрофона будет Светлана Занько. И Александр Ассухин. Ну что, пройдёмся по расписанию нашего сегодняшнего дня. Для поклонников «Викторина истории создания» Викторина готова. В 12.30 она стартует с Владимиром Сметанином в нашей студии. Готовьте свои телефоны, готовьтесь отвечать. Мы тоже с вашей с удовольствием новую историческую загадку послушаем. Это всегда, правда, очень увлекательно. После 12.00 мы будем встречаться с Сергеем Ворониным, вице-президентом Кировского футбольного клуба «Динамо». Вот, пожалуйста, все футбольные фанаты, которые не только смотрят сейчас «Еврокубок», но и те, кто переживает за наш футбольный клуб, можете тоже приготовиться, задавать свои вопросы Сергею Воронину и высказываться вообще, что делать с футболом на региональном уровне, так сейчас скажем. Это после 12.00. А в первом часе мы будем говорить с Дмитрием Курдюмовым, секретарем общественной палаты Кировской области. Дмитрий Александрович, у нас уже в студии. Здравствуйте. Добрый день. И, естественно, есть повод, потому что прошло пленарное заседание. 5 июля общественной палаты. И АПКО подготовила первое заключение по итогам проверки ремонта дорог. Это очень резонансное мероприятие. Мы тоже на своем сайте и в эфире старались отражать максимально полно, как шли проверки и приглашали сюда участников группы, которая, кстати говоря, по ходу работы расширялась. Туда прибавлялись участники. И я была, естественно, как член общественной палаты на пленарке. И я слушала, Дмитрий Александрович, ваш доклад. Но я думаю, что там просто в силу того, что такой формат и недостаточно времени, не все подробности были рассказаны. А вот нашим слушателям, конечно, очень интересно в подробностях узнать, как поэтапно проходила эта работа и к чему мы пришли. И я хотел бы напомнить, да, конечно, и наших слушателей мы спрашиваем. Процесс ремонта дорог в Кирове вы наблюдаете и результатами удовлетворены? Либо наблюдаете, но, по вашему мнению, работают медленно, либо наблюдаете, но есть претензии к качеству. Либо, вот у нас четвертый вариант, не наблюдаю, где дорожники. Да, на сайте, кстати говоря, Эха Кирова никто такой ответ не выбирает, что не наблюдают. Ни одного? Ни одного. На первом месте наблюдаю, но работают медленно, 50%. Далее наблюдаю, но есть претензии к качеству. И наблюдаю, результатами удовлетворен 33% сейчас. А что у тебя в ВКонтакте? А ВКонтакте, как раз-таки на удивление за варианты «не наблюдаю, где дорожники» 41,5%. Где эти люди ходят? Нет, ну, может быть, они не видят дорожников. Может быть, ремонт наблюдают, но специально не наблюдают и дорожников не видят. Может быть, такой вариант. Заходите, пожалуйста, голосуйте. Мы сейчас по ходу того, как Дмитрий Александрович будет описывать, как работала группа по контролю, посмотрим, как будут меняться результаты голосования. Да. Так, два месяца. В начале года был бы самый, наверное, частый ответ «не наблюдаю, где дороги». Ну, наверное, основное, о чем хочется сказать, все-таки ремонт дорог должен начинаться своевременно, ежегодно. У нас традиционно дороги у нас сходят вместе со снегом. В общем-то, и, наверное, было бы разумно, если бы ремонт начинался в мае, в июне ежегодно. Но с учетом, там, мы понимаем сложности финансирования, нехватки финансовых средств в бюджетах разных уровней, поздним там выделением средств, несвоевременном подготовке проектно-сметной документации, ее там согласование и утверждение, есть определенная процедура, проведение аукционных процедур. Ну, ремонт начинается, мы видим сейчас, можно сказать, он активно идет. Это у нас июль, и закончится, я думаю, что где-то уже в сентябре. И деятельность региональной рабочей группы, она продолжается. Да, действительно, у нас подготовлен итоговый документ. И хочу сказать, что работа происходила и происходит в несколько этапов. На первом этапе, естественно, мы смотрим, как подготовлена проектно-сметная документация. То есть, здесь мы проверяем, естественно, заказчиков. Заказчиков муниципального образования Кураткиров и заказчика, который, в общем-то, производит ремонт работ на дорогах регионального межмуниципального значения. Где у нас есть практически монополист. Ну, в большей степени, да, это несколько там компаний, которые на слуху, они выиграют основное количество аукционов. Мы поднимали этот вопрос, я думаю, что мы затронем сегодня. На первом этапе, когда мы анализировали аукционную документацию, с чем мы столкнулись? Вы знаете, для меня было открытием, естественно, это новое направление. И многие задавали вопросы, скажите, будет ли это происходить на каком-то условно-экспертном уровне или на дилетантском? Но в процессе, скажем, встреч с заказчиками, с Министерством транспорта Кировской области, с администрацией города Кирова, мы выяснили, что нормативно-правая база, которая регламентирует ремонт дорожного покрытия, она практически отсутствует. Вы знаете, все с этим согласились. У нас есть своды правил, у нас есть распоряжение Минтранса о введении в действие гарантийных паспортов номер 414. У нас есть приказ Минтранса 402, который определяет виды работ, такие как, что относится к содержанию дорог, что относится к ремонту дорог, что относится к капитальному ремонту дорог. Но документы, регламентирующие тот вид работ, который сейчас происходит, а это ремонт дорог, укладка выравнивающего слоя и укладка, скажем так, верхнего слоя, или, как говорят его в простом виде, защитного слоя с фрезерованием либо без, вот к этому виду, в соответствии с приказом Минтранса номер 402, какие-то либо, скажем так, регламенты, либо правила укладки отсутствуют. Я правильно понимаю, что рабочие в таком случае могут сказать, как умеют, так и укладывают? Ну, это не совсем так, здесь уже все в руках заказчика, потому что заказчик формирует аукционную документацию, толщина слоев, используем материалы и так далее, набор работ, но исходя, если есть нормативно-правая база, наверное, опираясь на нее, там, свод правил, вот мы в самом начале говорили, есть свод правил, называли его номер, я сейчас не буду загружать наши слушатели в эфире, но когда внимательно почитаешь, этот свод правил распространяется на капитальный ремонт, реконструкцию, да, и дорожных покрытий, но никак не на ремонт. Естественно, я, будучи на этот момент дилетантом, задал вопрос, скажите, я правильно понимаю, что вот мы сейчас ссылаемся на это, но не распространяется? Ну да, поэтому то, что делает заказчик, он руководствуется, естественно, опираясь на, ну, здравый смысл технологии работ, на имеющийся объем финансирования, естественно, потому что чем толще там асфальтобетонное покрытие, чем дороже стоит ремонт квадратного метра, ну и на объем средств, который выделен, ну, будем, я скажу проще, там, федеральным бюджетом, да, дополнительным средствам, там, системы Платон, да, и акцизы. Есть лимит стоимости одного квадратного метра. Значит, насколько мы выяснили, он не должен быть превышать 1200. Естественно, за 1200 рублей метр квадратный полный, значит, устройств, либо капитальный ремонт не сделает основания, в общем-то, стоит как раз дороже. И в этом случае было принято решение выполнять ремонт дорожного покрытия. Вот такая история. Ну, естественно, мы обращали внимание для того, чтобы набор работ был, ну, более-менее, там, скажем, в аукционной документации, ну, какой-то там логичный. Это была и фрезеровка, где необходимо, это была и проливка достаточным объемом квадратного метра, там, битума, подготовка основания. Мы уделяли внимание тому, чтобы была предусмотрена в аукционной документации гарантия. А вот что касается гарантии, здесь уже есть однозначное толкование, что на вид работ как ремонт, в соответствии с приказом 402 Минтранса, в приказе распоряжения 414 должна быть соответствующая гарантия на все слои. И тут мы столкнулись с чем? Первое, что не во всех, а не во всей аукционной документации устанавливался гарантийный ремонт в соответствии вот с этим распоряжением. То есть он был где-то 6 месяцев, где-то он был 24 месяца, где-то 48 месяцев. А сейчас я скажу, где-то 48 месяцев. А еще проблемы, мы увидели контракты на содержание, он назывался контракт на содержание дорожной сети. Но и мы видим, что гарантия была 6 месяцев. Общаясь с заказчиками, мы говорим, а почему 6 месяцев? Мне говорят, ну видите, контракт называется на содержание. Я говорю, я вижу. Но набор работ, которые в этом контракте включены, укладка двух слоев и, в общем-то, там даже без фрезерования, это относится к виду работы ремонт. И исходя из этого, я понимаю, что контракт предусматривает два вида работы. Одно на содержание, второе на ремонт, но гарантия-то она одна, 6 месяцев. То есть она, наверное, аукционная документация подготовлена не совсем корректно. И даже, но на что мне ответили, что вы понимаете, если мы не выполняем требования в своде правил, на которые я ссылался, то гарантия не распространяется. Ну, то есть вообще этот ответ, на мой взгляд, лишен какого-то под собой фундамента и основания, потому что, опять же, в приказе, на который я называл сейчас не один раз, толщина слоев выравнивающего и верхнего, она не указана. А свод правил на ремонт не распространяется, как мы выяснили. Исходя из этого, их аргументация сразу разлеталась. В общем-то, они говорили, ну да. Ну и мы эту дискуссию в последний раз, она проходила у нас представителем областной прокуратуры, ОМВД, присутствовали заказчики, главные распорядители бюджетных средств, назовем их так. Естественно, члены рабочей группы. Главные распорядители это городская администрация и правительство Кировской области. Да, министерство транспорта. Да, поэтому вот свою позицию я высказал, но и какой-то аргументации другой, которая бы, скажем так, обосновывала более низкий срок гарантии, мы не услышали. Тем более, даже если бы это было и так, учесть, что свод правил распространяется, на ремонт работ, то было высказано мнение, и оно поддержано прокуратурой, что устанавливать большие сроки гарантии, это не обязанность заказчика в этом случае уже, да, а право. Да, мы сейчас прервемся на полторы минуты, после чего снова в студии. 211-101, номер телефона прямого эфира, вы можете подключаться к нашей беседе. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Продолжается программа «Дневной разворот». Общественная палата Кировской области подготовила заключение по итогам проверок ремонта дорог, и я назвала перед уходом на перерыв наш номер телефона 211-101. Вы можете им воспользоваться для того, чтобы высказать свои суждения по поводу того, как сейчас идет ремонт дорог, и считаете ли вы важным контролировать этот ремонт, в том числе и силами общественников. У нас есть телефонный звонок. Алло. Здравствуйте, зовут меня Владимир. Да, Владимир. Мне бы хотелось обратить внимание общественности, тем более палаты, на то, что мы ремонтируем дороги, да, это хорошо, мы контролируем ремонт, но нам бы еще контролировать то, что происходит на дорогах в данный момент, как они разбиваются с такой скоростью. Вот хотелось бы обратить внимание сейчас на дорогу, которая ведется в сторону Загария, в федеральной трассе, где строится склад магнита. Там сейчас вот проходят самосвалы, которые везут по 60 тонн щебня, и дорога приходит вот на глазах, она разбивается с такой скоростью, что там потом только нужно не то, что ремонт дороги, там нужно капитальное строительство уже от этой дороги. Вот хотелось бы... Там мы поняли, Владимир. Спасибо, мы поняли. Это очень важный, на самом деле, вопрос, который не решится этим летом, но обратить внимание на это, безусловно, нужно. В частности, будет ли как-то компенсировать строители и заказчик вот этого хаба магнита то, что дорога разбита? Надо вопрос будет задать обязательно администрация. Я думаю, что мы этот вопрос поднимем, но вообще, в принципе, проблема, что сейчас идет ремонт только верхнего слоя, она существует. Мы сейчас говорим про гарантию. Но дело в том, что если про вот этой дороги, которая отремонтирована, через месяц проедет многотонная машина, то и конец. Если эта дорога будет разрушена, это уже будет не гарантийный случай. И здесь проблема лежит в том, ключевая, что нужно переходить уже от ремонта дорог к полному нормативному объему, к полному финансированию. У нас, в общем-то, есть такие планы, я так понимаю, в правительстве СССР к федерации, там, к какому-то 2018 году, сейчас я не помню, перейти, но к полному возмещению затрат. Цифры, которые сегодня я услышал с утра, как это было совпадение, я все-таки готовился к эфиру, распечатал справку, еще почитал. На РБК обсуждали проблему ремонта дорог в Российской Федерации в целом. Была озвучена цифра, и я запомнил, что оказывается, в среднем по всем субъектам Российской Федерации обеспеченность средствами на содержание дорог составляет не более 20%. Обеспеченность средствами на ремонт дорожного покрытия не более 27%. И только 2% это средства потребности на капитальный ремонт дорог. Я боюсь, что у нас, может, эти цифры даже несколько ниже. 2018 год меня тоже смущает крайне. У нас тут не строится стадион к чемпионату по футболу. И для того, чтобы предъявлять... Ну, это вопрос к основанию, потому что укладываются два слоя и фрезеруются на имеющее основание, которое, естественно, не предусмотрено на прохождение таких большегрузных машин. Причем еще, что меня поразило, вот я запомнил цифру, что только 20% машин, проходящие через пункты контроля, вот цифра, с которой надо проверять, ну, по крайней мере, она была озвучена в эфире экспертами, 20% машин, они соответствуют предельно допустимой нагрузке на дорожное покрытие. То есть 80% машин... Трудиться над тем, что разбивать дорожное покрытие. Да, причем так усиленно. У меня вопрос, если возвращаясь к этим двум месяцам, которые работают группы общественного контроля, 27 вырезных проверок было. Вот мы говорили сейчас больше про документы. А что касается качества асфальта, потому что в независимые лаборатории отправляются, насколько я знаю. Вопрос в том, что, естественно, качество асфальта, а рабочая группа и вообще качество материала, которая применяется, она может быть оценивана только субъективно. Сразу хочу сказать, что в составе рабочей группы мы привлекали людей, которые, ну, скажем, условно в какой-то промежуток времени, они работали и в структурах главных распорядителей и заказчиков. И они говорили нам, мы обращали внимание исполнителей и администрации города Кирова, что вот, скорее всего, у нас есть общий чат, где мы общаемся, 27 выездов. Да, но ежедневно на все дороги в городе Кирове члены рабочей группы выезжают. То есть я могу точно заявить, что если в городе Кирове происходит ремонт работ, нет такой дороги, где бы вот не проезжал, не смотрел, что происходит, там не осуществлял общественный контроль, член рабочей группы какой-то, либо один или несколько человек. Так вот, если они видят, что по их субъективному мнению материалы-то не те, мы это место запоминаем, естественно, делаем замечание, заполняется итоговый документ общественного инспектора, который входит в итоговый документ, вот акт, который готовит региональная группа. Я с собой его сегодня взял, но к нему есть значительное приложение, замечание по каждому участку дороги. А, вот они есть. Вот, который, в общем-то, был нами направлен, естественно, эти документы были направлены заказчикам и ГРБС, и областную прокуратуру, и МВД, и, в общем-то, все. А претензии эти в открытом доступе есть? Есть, да. На сайте общественной палаты, да, можно почитать. Много ли этих замечаний, и какого толка они, по большинству? Ну, вот мы сейчас закончили только проходиться по первому пункту, если давайте продолжим дальше. На первом этапе проведения аукционных процедур мы проговорили только по гарантии, а дальше вот очень интересный момент. У одного из заказчиков обязанность по выявлению гарантийных недостатков лежит на исполнителе. То есть сам исполнитель должен сообщить, что я тут, знаете, тут у меня дорога, которую я сделала, она разбилась, я плохо ее сделал, сейчас я гарантию буду исполнять. Да, ну, все верно совершенно. То есть в период действия гарантии, то есть пока участок дороги находится на гарантии, обязанность по выявлению дефектов, обязанность лежит на исполнителе. Вот, мы тоже на это указали. Такого нет на региональных дорогах, дорогах межмуниципального значения. Сразу хочу сказать, что на наш взгляд, наиболее, скажем так, качественно и правильно с точки зрения гарантии формирования, формирования, скажем так, требований к приемке дорог, соблюдения технологии ремонта дорог, можно отметить аукционную документацию муниципального образования Кирова-Чепецка. В общем-то, везде они у нас звучали пока, ну, как образец. Да, здесь у нас было нареканий меньше всего. Документацией занимается администрация Кировской области? Заказчики. Они, которые являются заказчиками? Да, заказчик готовит аукционную документацию. Но город готовит все-таки аукционную документацию или область? Город. Город, конечно. Городская администрация. Да, город. Городская администрация. Это заказчик. Вот. Если говорить про... Еще какие были замечания высказаны на первом этапе, у нас были мнения о том, что, ну, происходит укрупнение лотов. Но здесь, вы знаете, вопрос очень непростой. Я могу здесь рассказать вам про... У меня есть и позиция, естественно, общественника, ну, и есть еще опыт, скажем так, с точки зрения руководителя. Если мы сейчас сильно разукрупним лоту, да, вот, заказчики, то будет происходить демпинг. Тут основная проблема в том, что на аукционную процедуру по выявлению, скажем так, подрядчиков, по определенной подрядчиков на ремонт дорожной сети можно проводить только путем электронного аукциона. Конкурсы проводить нельзя. Это поставление правительства Российской Федерации. Поэтому такие требования, как опыт реализации, успешных таких контрактов, наличие какой-то материально-технической базы, естественно, здесь эти критерии, они не могут быть использованы. На электронный аукцион могут зайти, ну, скажем так, любые участники, и может произойти демпинг. Поэтому мы видим, ну, какие-то... Вот как раз укрупнение лотов, на наш взгляд, это вот и защита, может быть, она даже порой чрезмерная, от других потенциальных участников. И тут мы говорили уже с вами о том, что 2-3 компании, да, по всей области, они выигрывают чаще всего эти аукционы. Особенно одна. Ну да. Более того, кроме того, что лоты укрупнены, еще в соответствии с 44-м федеральным законом, по всем аукционам предусмотрено максимальное обеспечение исполнения контракта 30%. И обеспечения заявки 5%, поэтому можете себе посчитать, что если контракт с начальной максимальной ценой 150 миллионов, то обеспечительные меры должны быть 45 миллионов. Здесь тоже к этому нужно относиться, скажем, понятно, это ограничивает количество участников, да, потому что не у всех там бизнесменов есть свободные средства, которые 45 миллионов нужно взять и просто выложить там в обеспечение, для того, чтобы участвовать в аукционе. Кроме этого, нужно еще закупить, скажем, материалы, привлечь силы и средства. И оплата по контракту, если это субъекты мало, предпринимать 30 дней, если это другие, а все остальные до 60 дней, то ждать еще оплаты. Это достаточно сложно, но вот тут мы предложили действительно, если разогрупплять лоты, конечно, нужно какую-то разумную, определять оптимальный объем для того, чтобы все-таки допускать конкуренцию, то обеспечение, на наш взгляд, и заявки, и обеспечение исполнения контракта 35%, скажем, чрезмерно, и в соответствии с 44-м федеральным законом мы предлагаем рассмотреть там, ну, хотя бы 15%. Проблема заключалась ведь в том, что, почему критиковали так сильно, в частности, город ГДМС, да, которая берет большинство контрактов по дорогам и в Кирове, и за пределами, что в любом случае эта большая компания нанимает субподрядчиков, коих огромное множество, и которые не имели возможности участвовать в аукционе напрямую, и таким образом все равно, а контроль, как вы слышали, возлагается на кого? На исполнителя, да, на ГДМС в вашем случае, да. Действительно, вопросы у нас звучали, а давайте запретим в контрактах участие там субподрядчиков, привлечение субподрядчиков, но это невозможно. Ну, и с другой стороны, этим же субподрядчикам сейчас закрыт вход на открытый аукцион. Ну, вот, совершенно понятно, почему они не участвуют. Во-первых, обеспечение контракта, обеспечение заявки, 35% нужно найти средств, дальше нужно приобрести материалы, и нужно иметь еще и технику. Поэтому вот мелкие субподрядчики, по всей видимости, крупными подрядными организациями используются. Да, перед тем, как мы сейчас выйдем на рекламу, напоминаю, что на сайте хакерова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Процесс ремонта дорог в Кирове вы наблюдаете, результатами довольны или недовольны, не наблюдаете, есть ли претензии. Заходите, голосуйте. После выхода на рекламу мы озвучим, с рекламой мы озвучим с Сашей промежуточные итоги, и продолжим говорить с Дмитрием Курдюмовым, секретарем общественной палаты Кировской области, о том, как общественники контролировали ремонт дорог. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке Коммерческого банка «Хлынов». Продолжается «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Занько, Александр Рассохин. В гостях у нас секретарь общественной палаты Дмитрий Курдюмов. Говорим мы про итоги, можно сказать, предварительные, промежуточные проекта общественного контроля за ремонтом дорог, и много говорим про аукционы и документацию. Саша, извини, мы обещали слушателям промежуточные итоги голосования на сайте ВКонтакте подвести, но по-прежнему на сайте 50% наблюдает, но работы ведутся медленно, вот такой ответ выбирают, а дальше все ровненько распределяется, и результатами недовольны наблюдают, и претензии к качеству есть, не наблюдают, где дорожники, все вот ровненько. То есть половина считает, что медленно идут работы. Мне почему-то тоже кажется, что медленно идут работы. Я особенно вот сейчас, я когда иду по улице Карла Маркса, которую все хвалят, что вот ее-то как раз жирным слоем укатывает, все хорошо, мне вот этот битум, который бесконечный на тротуарах, и невозможно ни дорогу перейти, ни по тротуару пройти, то я одеваешь уже самую-самую такую обувь, которую совсем уж не жалко. И бедные девушки, которые идут на каблуках и в юбках летних, вязнут в этом, ну не то, что вязнут, но все-таки в этом битуме, это ужасно неприятно, конечно. Вот если вы еще заметили, когда положен новый участок дороги, надо взять Карла Маркса, не везде сделаны съезды, не везде асфальт положен, скажем, я не про Карла Маркса, на других улицах, на автобусной остановке и на расширение дорог. То есть это так называемый дополнительный вид работы. Как раз вот к следующему начинаю рабочей группы, мы посмотрим, где они в аукционную документацию не включены. Вот. И это, естественно, нарушение, потому что дорога, это не только там полоса, независимо от того, от расширения дорог, от съездов и так далее. Но, в общем-то, я считаю, нужно делать в комплексе, нужно учитывать все съезды, чтобы не стали лужи. Нужно все парковочные места тоже асфальтировать. Нужно асфальтировать автобусные остановки, а не вставлять там разрывы в полметра-метр. И вот этому мы сейчас уделим особое внимание. Про парковочные места, правда, очень важно, потому что в итоге мы видим, как накапливаются... Лужи. Да, накапливаются и лужи, и перепады. Но господин Симаков, который приходил к нам не раз, мы его спрашивали, правда, не в эфире, а тут уже за эфиром. Лично я спрашиваю, потому что на себе ощущаю, как эти съезды и перепады сказываются. Он сказал, что вот эти дополнительные работы сделают позже в свое время. Но это тоже очень странно, потому что, ну, мне кажется, что это тоже очень как-то все медленно. Вот вы знаете, если заканчивая разговор про контроль первого этапа аукционной документации, мы еще столкнулись с чем? У нас контракты на ремонт дорог, да, они с привязкой к определенному участку дороги. Но если для того, чтобы оценить, скажем так, какой объем работ должен выполняться, сначала приходится там, ну, дефектовка, назовем так простым словом, тех объем, того объема работ, который должен быть сделать, с привязкой к конкретной дороге. И я думаю, не составляет огромного труда взять и запланировать все виды работ, дополнительные в том числе, на конкретном участке. Я считаю, что это, в общем-то, посредственное составление проекта смертной документации. Я уже не говорю о толщине слоев, я не говорю о привязке к отсутствующим там нормативно-правым актам и так далее. Ну, просто запланировать весь объем работ. Не составляет труда. У нас были замечания по контрактам на содержание дорог, потому что контракт на содержание дорожного покрытия в городе Кирове, в частности, гарантия предусмотрена, но, в общем-то, по факту не все виды работ относятся к содержанию, мы это уже говорили, но в этом контракте нет обязанности заказчика определять участок и объем работ, ну, на конкретном там участке дороги. Как так? Ну, вот так. Он, конечно, определяется с точки зрения, как нам говорят администрации города Кирова, и Симаков в том числе, да, мы, естественно, подписываем акты, но мне казалось совершенно бы логичным включать в эти контракты обязанность заказчика определять тот объем работы с контрактом на конкретном участке дороги. Да, ну, слово согласовывать сейчас могут там расценить, у нас есть не очень правильная там практика арбитража, там нельзя согласовывать там с заказчиком, но заказчик должен определять вид работ по содержанию дорог на конкретном участке до начала их выполнения. Эта позиция тоже была озвучена, была большинством участников поддержана, да, в общем-то, и здесь нет никаких, на мой взгляд, противоречий, поэтому, ну, а что мы видим на подробности? Круглого стола, мы обсудили это и с представителями прокуратуры, о том, что, ну, представляете, есть контракт, грубо говоря, на 100 метров квадратных асфальта, есть улица А, улица Б, скажите, должен ли заказчик определять, сколько асфальта положить на улицу А и сколько на улице Б по условиям контракта? И где положить? Должен, нет этого в контракте на содержание. И в итоге поисполнительно на свой вкус? Ну, видимо, есть какое-то согласование с учетком, скажем, постоянного тесного сотрудничества, тесного взаимодействия в процессе выполнения, но аукционная документация вот таких условий, на мой взгляд, обязательно их не содержит, потому что вполне понятно, как поступает нормальный заказчик. Согласовывается, там, подтверждается объем работы на конкретном участке из-за аукциона на содержание дорог, а дальше, если заказчик сделал меньше, его заставляют, исполнитель сделал меньше, его заставляют доделывать, если он сделал больше, то, извини, согласовано было меньше. Знаете, мы о чем хотели еще вас спросить, Дмитрий Александрович, в начале работы группы общественников по контролю было много критики в их сторону. В частности... В частности, да, Альберт Запольский, их министр транспорта области в этой студии, он заявил, что, по его мнению, смысла в общественном контроле за ремонтом дорог нет. И не только он один. Тогда, я помню, очень много спикеров здесь у нас в студии об этом говорили, что кто такие общественники, да у них нет ведь знаний никаких, компетенций, перегорят, поедут, потом, значит, перестанут ездить, все это временно и так далее. Тем не менее, мы видим, во что вылилась эта работа. В частности, ну, вот надо отметить сразу, здесь огромный плюс, как освещалась эта работа на сайте общественной палаты Кировской области, как были созданы сервисы, где можно было голосовать за участки дорог, которые нужно отремонтировать, в каком доступе список тех, кто входит в эту группу. И важно, что были подготовлены в электронном виде документы, которые заполняли общественники при контроле. Не просто выехали и на смартфоны поснимали, а здесь есть и памятки для общественного инспектора по организации проведения ремонта, бланк анкеты общественного инспектора и так далее. И также все ответы и переписка с соответствующими службами. Еще муниципальное образование, заказчики заполняют в личном кабинете актуальную информацию по тем участкам дорог, которые они ремонтируют. Они ее обновляют, это либо стадия заключения контракта, либо это исполнили, либо с дорогой принято гарантийное обязательство. Вот что говорят теперь эти люди, с которыми вы ведь общаетесь, названные уже нами, изменилось как-то мнение за два месяца? Я очень надеюсь, что не ошибаюсь в том, что, по крайней мере, в процессе совместной работы они узнали тоже немало нового. Они поняли, что люди, которые проводят общественный контроль, мы разделили работу. Тот, кто разбирается, проводит анализ функциональной документации, читает на нормативную правую базу, кто понимает технологию укладки, участвует в реализации второго этапа, выезжает на места, смотрит, как готовится основание, насколько оно проливается битумом, как оно очищается, даже в соответствии с тем, не действующим сводоправилом, но это какой-то регламент, который есть. Да, у нас есть телефонный звонок 211-101. Да, слушаем вас. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста. Алина Владимировна, у меня вопрос по конкретному участку. Это дорога, сделанная в чистое КД, после того, когда там машины просто ковыляли, они ехали, и даже не 20 км в час, после этого делали, якобы щебенку навалили, и там была пыль невозможная, но дальше сделали дорогу. Но у меня вопрос, почему после того, как сделали ямы, их не стало, почему не выметают дороги после того, как это сделано, потому что там и щебенка... Все, мы поняли, спасибо. Извините, очень плохая связь, но мы, я думаю, что все расслышали, я только повторю. Кстати говоря, очень частая претензия по... Это так же, как перекликается с этим битвом, о котором я говорила, что как ведутся эти дороги, как убираются они после того, как залили и сделали до этого. Но вот сейчас наша слушательница сказала, что и пыль поднимается, не выметается. На самом деле, да. Говоря про второй этап, когда мы только начали выезжать на, скажем, на ремонт дорог, мы были свидетельны того, что асфальт укладывался на неподготовленное основание. Да, была, на наш взгляд, местами плохая фрезеровка, проливка битумом была, как нам говорили, в соответствии с аукционной документацией, 300 грамм на метр квадратный, но это проливалось, вылить можно по-разному неравномерно. Ну и, естественно, адгезия выравнивающего слова была очень слабая. Кроме того, и вот что я услышал для себя, отметил, видимо, слушательница говорила о том, что и после того, как был уложен выравнивающий слой, приезжали большегрузные машины. Именно на том участке мы это заметили. То есть в обязанность заказчика, в обязанность исполнителя входит ограничение движения на ремонтированном участке дороги. Они должны поставить, выставить знаки. Не перекрытие, ограничение движения, это не обязанность ГБДД. Ограничение движения на ремонтированном участке дороги, это обязанность выставления знаков, регулировка, обязанность исполнителя, что в самом начале мы не наблюдали. Поэтому только дорога, скажем так, первый слой положен выравнивающий, и по нему идут машины, естественно, они его повреждают. Сейчас, когда мы начали обсуждать, для меня, опять же, было достаточно большим удивлением, наши заказчики стали ссылаться на свод правил. Естественно, мы внимательно его почитали. В этом своде правил написано, что основание должно быть после фрезеровки подготовлено надлежащим образом и принято. Это скрытые виды работы. Естественно, я это все зацитировал. После этого проливка битумом первого основания, я задал, правильно ли я понимаю, должно быть 0,5-0,8, то есть это 500-800 грамм на метр квадратный, по тому своду правил, которые не распространяются на ремонт, а между слоями 200-300. Сказали, да, вы правильно понимаете. Вот как хирург разбирает ремонт, явно с ремонтом дороги. Сейчас, да, но никаких нарушений, я сразу скажу, нет, потому что вот этот норматив не действует, но сейчас надо отдать должное, нас слышат, и подготовка, основание, это отмечают и общественные инспекторы, члены рабочей группы, происходит, но как нам кажется, все-таки по-другому относятся, и как пишут в чате, смотрите, снова на основании избитого рисуют картину Пикассо, да, то есть проливается более тщательно. У нас остается буквально полтора минуты. Да, буквально пару минут, у меня вопрос, мы сегодня очень много говорим про документацию, и вот сейчас стали говорить про непосредственно работу, наблюдатели проверяют документацию и выезжают на места, много ли нарушений на местах, и замечание отправлено, или больше, предположим, из аукционной документации какой-то? Ну, вы будете говорить, времени очень мало, к сожалению, мы успели проговорить так и про первое, так на местах замечание тоже есть, но мы здесь не ждем, когда выезжаем на места, ведь понятно, что это пока работа не принята, это нарушение исполнителя, но если оно уже будет положено, скажем, выравнивающее слое на плохое основание, ну, то, извините, уже будет поздно куда-то писать, поэтому, если общественные инспекторы видят нарушения, они работают и, ну, задают вопросы, там, бригадиру, субподрядчикам, скажите, а почему так? Ну, и вот сразу хочу сказать, что вот субподрядчиками и исполнителями на местах конфликта нет, сначала на нас реагировали, кто эти люди с телефонами и чего им надо, сейчас, на наш взгляд, ну, поняли, что люди это одни и те же и задают вполне правильный вопрос. Как дальше будет работать группа? Ну, точно так же. До конца ремонтных работ? Я думаю, что вот тот механизм, который мы построили, это рабочий механизм. До конца этого года мы будем работать. Зимой рабочая группа будет заниматься тем, что будет следить за выполнением работ по содержанию дорог. Ну, естественно, мы планируем, что это проект не одного года. Вот у меня последняя только фраза. Запольский их заявил, что не видит смысла в общественном контроле за ремонтом дорог. Вот эта система работает уже там пару месяцев. Сейчас вы можете сказать, что есть в этом смысл в общественном контроле? Вы знаете, я сказал тогда давно, после этого мы с ним общались, и я думаю, что он свое мнение изменил, он приходил на рабочую группу. Пора приглашать. Да. Пора приглашать Запольских. Да, нам уже показывает звукорежиссер, что пришло время новостей тематических программ и рекламы. Мы благодарим Дмитрия Курдюмова, секретаря общественной палаты Кировской области. Говорили о работе общественников по контролю за ремонтом дорог. Результаты опроса подведем в начале следующего часа. Дмитрий Александрович, спасибо. Всего доброго.